Доброго времени суток, уважаемые любители бокса. 22 января 2022 года Гэри Рассел-младший, чемпион мира в весе 57 килограммов, по версии WBC, защищал свой титул чемпиона мира против претендента из Филиппин Марка Максайо. Гэри Рассел слева, Максайо, соответственно, справа. Гэри Рассел самый долгоиграющий чемпион по версии WBC. Он владеет титулом с 2015 года. Однако при этом он защищал его всего 5 раз. Последний раз он выходил в ринг 2 года назад. И все знают, что у Гэри Рассела перед этим боем были серьезные проблемы. 20-0. 14 побед нокаутом у претендента. Его тренер Фредди Роуч, как мы видим. И это для него большой шанс. Гэри Рассел. 30 побед, одно поражение от Василия Ломаченко. 18 побед нокаутом. Гэри Рассел. Боксер, который, ну, в общем-то, одно время считалось, что у него самые быстрые руки в современном боксе. Вроде бы он был фаворитом. Однако, что мы видим здесь? Очень маленький на фоне Максайо Гэри Рассел. Он 2 года не выходил в ринг. Этот простой не мог не сказаться. Он сам говорил, что у него был самый отвратительный подготовительный раунд вообще за все время. Вот в этом эпизоде, в четвертом раунде, он сильно травмировал правую руку. Он левша, и поэтому весь оставшийся бой он работал в основном только левой рукой. Его отец очень серьезно заболел диабетом. Я имею в виду Гэри Рассела, который готовил его ко всем боям. Плюс у Гэри Рассела не было нормальных спарринг-партнеров. Поэтому ему пришлось спарринговать со своим братом, по большей части. Ну и кроме того, Гэри Рассел, возможно, уже потерял мотивацию. Он с 7 лет в боксе. И хотя ему нужно кормить шестерых своих детей, еще четырех детей своего погибшего брата, в общем-то, Гэри Рассел в этом бою выглядел каким-то совершенно не таким, не похожим на себя. Хотя он побеждал и Диаса, и Намбояра, и, в общем-то, всегда пытался вызвать других чемпионов, но никто с ним драться не соглашался. И вот, очень интересно, по результатам этого боя Максайо донес в два раза больше ударов до цели, но при этом судьи один поставил 114-114, то есть дал ничью, а два других 115-113 с минимальным счетом отдали победу все-таки Максайо. Не знаю, какой бой они смотрели, мне кажется, Гэри Рассел не выиграл ни одного раунда в этом бою, хотя, да, мы понимаем, что он провел бой, большую часть его с одной рукой, но, тем не менее, мы поздравляем нового чемпиона, Максайо отлично себя показал, ну и непонятные дальнейшие перспективы Гэри Рассела, хотя, я думаю, в ринг он выходить будет. По озвученным выше причинам. Ему нужны деньги, у него слишком много ртов на содержании. А как вы считаете, куда нужно идти Гэри Расселу, в каком направлении двигаться? Напишите свое мнение в комментариях, если оно у вас есть. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вам понравился этот обзор. Смотрите бокс, ведите себя нормально. А с вами был Дмитрий, всем доброго, удачи и, конечно, как всегда, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok